Куда-то постоянно, каждый божий день мы смотрим, едет куча леса, бесконечные эшелоны. Да, вот я вам хочу заявить, я как человек, который был в Китае, я видел, как куча всего у них шикарно построенного из нашего дерева. Для них проблема, допустим, деревянных столов, кровати и всего вообще никогда не стояла. Они украшают им интерьер, для них это хороший подарок. А люди наши не могут купить себе элементарно диван из ДСП в стране, где больше всего леса в мире, потому что у людей денег нет. Вопрос к Владимиру Владимировичу Путину. Почему в стране, которая так славится своими большими, огромными запасами природных ископаемых, леса, воздуха, чистой воды, Люди нуждаются в покупках изделий из всего этого. Почему мы не можем производить это все сами для себя на дворе 2018 год? А мы продаем за бесценок наше добро. Смотрим, второй поезд мчится просто на перегонки с первым. Кто же быстрее продаст китайцам наши дрова? Кто все тонет, если он ходит? Уже вот такой вот билет. Владимир Владимирович? Встреча билет. Вот я к вам чисто по-доброму. Я буду относиться к вам как к удивительно классному политику, если вы просто сделаете мужской поступок. Возьмете и сами съебетесь со своего поста. Осина? Осина, да, поехала, кстати. Нормально уже и строганный поехал. Вот я бы хотел, чтобы такие шалоны приезжали в мой родной город. И мы спрашивали, зачем нам столько дроб? Они сказали, мы вам новых домов напилим. Без проблем, ребят. За год у каждого будет по дому. Каждые 10 минут такие поезда. Каждые 10 минут такие поезда. А мы не можем привезти один такой поезд в дальники и людям раздать, чтобы все дома себе построили, да? Нету леса в стране.